Бокер Тов, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш второй урок по недельной главе Торы Шлах. И говорится, что эти люди были вожди, наши разведчики. Мы знаем, что имена вождей, которые говорили в словах Бавидбарна, Сойбеладха, больше в той религии нет. Вот новые вожди. Такое впечатление текста Торы. Наши мудрецы говорят, что это были просто люди достойные. Действительно, Рашви пишет, что у нас тот момент, когда их посылали в разведку, они были люди достойные. Имена у некоторых разведчиков, мы знаем, поменялись. Мы знаем, что Егошо был Ошо. Моше взял буквы Ют от имени Сарай. И добавил к нему, и усилил его. Сара была раньше Сарай. Всевышний сказал, что она будет Сарай. И эта буква Ют пригодилась здесь. Мы знаем, что, допустим, имя Палтиэль. Тут стоит Палти. Мы знаем, что Калев вообще интересно. Пишется, что Калев сын Яфуне. Но разве он сын Яфуне? Рамешло Майцеки была о своем памяти. Он говорит, что Яфуне означает выставил в разведке. Это очень интересный человек Калев. Мы смотрим, значит, Игуда рождает переца. Перец рождает Хитсрона. Хитсрона рождает Калева. Ну, получается, Калев сын Хитсрона. То есть, тут он Калев сын Яфуне. Тут он сын Хитсрона. Потом в главе Матод пишется, что он сын Кназа. Потом Девреамим. В один мы читаем, что Калев сын Хура. Раша объясняет. Сын Кназа, это означает то, что это его отчим. Он бы заменил отца, когда видно отца не стало. Что касается Калев сын Хура, то Раша пишет, что это очевидно другой человек. Мы знаем, что Хур, он был рожден у Калева своей женой Мирьям. Хур родил Ури. Возможно, он родил еще сына и назвал его Калев. Получается, вот тогда получается Калев сын Хура. Но такого комментария мы не читаем, просто по тексту книги Девреамим можем предполагать, что это значит. То его Тора называет Калев, то его Тора называет Калувай, то мы знаем его имя Мерет. То есть, невероятная личность. Потом, если мы читаем книгу Девреамим, мы читаем, что Хитсрон, отец Калева, будучи 60 лет, взял одну из дочерей Махира, сына Минаше, и она родила ему Сигува. Сигув родил Яира, и было у нее 23 города в земле Гилят. То есть, получается, что старший брат Калева, его зовут Сигув. Вот такая интересная у нас есть личность, которую все-таки выставил в разведке, невзирая ни на что. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина перв бот Сони Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирян, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бот Белла, за Мазлал Парасас Гула, Ирина бот Ури, Арон Риебен Ури, за хороший дух Арон Риебен Двойра, Денис бен Ахум, легал бот Сара, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем все самого наилучшего, до следующих встреч.